Сумасшедший гений, не сдержанный паяц, социопат, взорвавшийся хорват. Так называли современники инженера, изобретателя и ученого Николу Теслу. И надо сказать, было за что. Говорят, он спал всего два часа в сутки. Ночами писал стихи, читал или слушал музыку. Страдал боязнью микробов, поэтому по сто раз в день мал руки. Великолепно говорил на восьми языках. Разбирался в истории и философии, что еще с детства ему являлись видения в виде вспышек света. А еще говорят, что он умел предвидеть будущее. И даже однажды спас своих знакомых, посоветовав не садиться им на поезд, который вскоре сошел с рельс и разбился. Тесла считал разумной всю вселенную вплоть до атомов. А себя называл проводником этого вселенского разума. Кем же он был на самом деле? Великим ученым? Провидцем? Или непревзойденным авантюристом? Есть различные версии, которые говорят о том, что это либо великий физик, либо великий провидец, либо великий авантюрист. Скорее всего, лично я склоняюсь к тому, что это великий первооткрыватель. А как всякому первооткрывателю, да, ему было не чужды некие такие вот, знаете, экстравагантности своеобразные. То есть это человек, который действительно вторгся в область буквально высоких энергий, одним из первых, скажем так, и нетривиально относившийся к тому материалу, с которым он работает. Серп, родившийся в Хорватии, он учился в Чехии, работал в Будапеште, Париже, Праге, Страсбурге, Соединенных Штатах Америки. Космополит? Скорее, гражданин мира. Именно он разработал систему переменного тока, создал моторы и высоковольтные трансформаторы, на которых стоит весь промышленный мир. Благодаря ему освещаются наши дома, поселки, города. Это он открыл принципы робототехники и двигателей на солнечной энергии. Рентгеновский аппарат, счетчик электроэнергии, автомобильный спидометр, люминесцентные лампы, электрические часы, приборы электротерапии. Этот перечень можно продолжать и продолжать. Около тысячи изобретений в разных областях науки и техники. Это, конечно, настоящий ученый, подвижник, человек, который вот ради своей идеи, да, он мог что-то совершить, может быть, даже пойти на какие-то преступления, на какие-то неприглядные поступки совершить, но это во имя ради науки. Он готов был голодать, и бывали у него годы, месяцы, когда он, в общем-то, действительно ради науки и голодал, и жил в трудных условиях. Но уже когда он переехал в Соединенные Штаты, там, конечно, его уже приняли как серьезного специалиста. Тесла считал, что мир состоит из волн, и что самое главное, это вибрации и резонансы. Как при раскачивании качелей, говорил ученый, малыми усилиями, но вовремя приложенными, можно вызвать поразительно мощные эффекты. Однажды Тесла, сам того не желая, продемонстрировал ужасающую силу резонанса. Это произошло в 1896 году в Нью-Йорке. Ученый обустроил лабораторию в отеле Волдерф, Астория, на Манхэттене. И решил там провести эксперимент с так называемыми резонансными излучателями. Когда Тесла подал к прибору электрический ток, то лаборатория неожиданно заходила ходуном, а с потолка кусками посыпалась штукатурка. При этом ученый не знал, что в этот момент происходило за окном. Оказывается, что десятки соседних домов наполнились неожиданным гулом. Посыпались оконные стекла, полопались водопроводные трубы. Чтобы избежать разрушения лаборатории, Тесла разбил свой прибор молотком. И в этот момент к нему ворвались полицейские. Позже при допросе изобретателю сообщили. Его опыт спровоцировал землетрясение в городе, силу которого позже оценили почти в три балла по шкале Рихтера. Дело в том, что действительно известно, что в результате одного из экспериментов, который осуществил Тесла, в Нью-Йорке произошло знаменитое землетрясение. Не менее знаменитые события были связаны с инцидентами вокруг его знаменитой башни Уордон-Клифф на Лонг-Айленде. Когда там целые районы отключались от электроэнергии. То есть, такие скандальные события сопровождали Теслу. Ну, надо понимать, что, как бы, так сказать, тот масштаб экспериментов, который он ставил, да, они, в общем, как бы, так сказать, не могли не сопровождаться определенными побочными результатами. Вскоре после этого эксперимента Тесла заявил журналистам. Применяя принцип резонанса, я за несколько недель смогу вызвать в земной коре такие колебания, что она будет подниматься и опадать на сотни футов, выбрасывая реки из русел. Но не эта идея больше всего занимала Николу Теслу. Он не уставал всех убеждать, что наш мир находится в огромном океане энергии. Все вокруг вращается, движется. Ведь это все электричество. Главная задача, которую поставил себе ученый, была для обывателей той эпохи немыслима. Научиться отбирать это электричество у природы, преобразовывать его. И, обратите внимание, без проводов передавать в самые глухие уголки земного шара. Проверку своих идей он начал в 1899 году в горном районе Колорадо-Спрингс, известном своими частыми грозами с исключительно мощными молниями. Через некоторое время, по словам Теслы, он знал о молниях больше, чем знает о них сам Бог. На очереди стояла проверка принципов передачи энергии на дальнее расстояние без проводов. С этой целью была построена установка высотой с 20-этажный дом. Вскоре Тесла убедился, что электрический заряд может передаваться через Землю безо всяких проводов и радиоволны. Эксперименты были столь же грандиозными, сколь и опасными. Это была настоящая электрическая фантасмагория. При включении установки молнии вокруг нее достигали длины 40 метров. Громовые раскаты были слышны за десятки километров. Вокруг башни плал огромный световой шар. Люди, находящиеся на большом удалении, с ужасом наблюдали, как между их ногами и землей проскакивают искры. Лошади через железные подковы получали электрошоковые удары. Над металлическими предметами горели синие орелы. Генераторы электростанции в 10 километрах от лаборатории перегорали из-за мощных искр, которые пробивали их изоляцию. На самом деле с Теслой всегда были связаны аномальные явления, которые позже назовут паранормальными. Хотя на самом деле это были, в общем-то, просто неразгаданные электротехнические какие-то явления, которые происходили, происходят в атмосфере и будут происходить в будущем. И какие-то грозовые проявления, и появление странных светящихся объектов, шаров, которые потом будут характеризовать и как проявления НЛО, и как какие-то классные явления типа шаровой молнии. Несмотря на всевозможные побочные эффекты от экспериментов, Тесла был счастлив. Еще бы. Ему удалось преуспеть в создании разрядов, мощность которых значительно превосходила силу молнии. Дальше больше. Ученый планирует реализовать свои идеи в глобальном масштабе. Он убежден, чтобы получать электроэнергию в любой точке мира, достаточно будет воткнуть в Землю штырь и включить небольшой конвертер, настроенный в резонанс с излучающими башнями. Для этого в определенных точках Земли необходимо построить пять специальных излучателей. Эта мировая система, кроме того, будет выполнять функции беспроводной связи по всему земному шару. По сути, Тесла планировал прообраз сегодняшнего интернета. Но и этим не ограничиваются планы неугомонного изобретателя. С помощью своей системы он намерен вызывать дожди в пустыне, освещать небо над морскими маршрутами, на ходу питать энергией автомобили и самолеты. Обо всем этом Тесла рассказывает знаменитому миллиардеру Джону Моргану. И просит денег хотя бы на строительство одной башни так называемой мировой связи. В 1901 году на острове Лонг-Кайленд в 60 километрах севернее Нью-Йорка появляется таинственная лаборатория и огромная башня фантастической архитектуры, напоминающая гиперболлоид русского инженера Владимира Шухова. По названию местности объект получает кодовое имя Ворденклифф. Это одна и та же широта с тем местом, где происходил Тунгусский феномен. Во-первых, это тоже не случайно, это отдельная тема. А во-вторых, именно там, на Лонг-Кайленде, и до Теслы, и после Теслы производились различные таинственные опыты некоторыми организациями, о которых тоже может идти отдельный разговор, которые были связаны с деятельностью крупных банковских корпораций, которые вели свою политику, руководство всем хозяйством земного шара, если можно так выразиться. То есть, именно там Тесла не случайно построил свою вот эту вот резиденцию. Летняя ночь 1903 года. Еще недостроенная башня Ворденклифф едва не свела с ума пол Нью-Йорка. При включении передатчика от башни на сотни миль во все стороны протянулись гигантские искусственные молнии. Они осветили небо над Атлантикой так, что можно было свободно читать газетные заголовки. На следующий день газета Нью-Йорк Сан писала. Прошлой ночью мы были свидетелями странных феноменов. Гигантских молний, собственноручно испускаемых Теслой. Слои атмосферы воспламенились на разной высоте и на большой территории так, что ночь моментально превратилась в день. Весь воздух был наполнен свечением. Мы сами себе оказались призраками. Здесь имеются различные предположения и версии, как работало это устройство. Но подробности функционирования этого устройства знал только Тесла. Единственное, что нам как бы достоверно известно, то что это устройство действительно было достаточно мощным и оно производило определённый очень серьёзный эффект. В частности, различного рода электромагнитные возмущения среды. То есть, да, действительно, это была башня, можно сказать. Но, с другой стороны, это не была башня. Это было некое электрическое устройство, которое функционировало только в соответствии с волей Теслы. И по ему ведомым, а может быть, даже и неведомым принципам. К сожалению, странности Теслы не позволили ему продолжить дальнейшую работу со своими новыми спонсорами. Финансовые воротилы побоялись дальше сотрудничать с человеком, который утверждал, что умеет общаться с инопланетянами и что они помогают ему в его опыте. К тому же, Морган заподозрил, что идея получения дешёвой электроэнергии и передачи её на расстояние без проводов подорвёт углеводородный бизнес. Тесла, в свою очередь, был настолько одержим мыслями об энергетической революции, что продолжал развивать не только саму идею, но и активно готовиться к её притворению в жизнь. И нефтяные магнаты, топливо номер один, они были напуганы, когда Тесла заявлял со своей горячностью, что пройдёт там 20-30 лет, и уже, так сказать, нефть не нужна будет, не нужен бензин будет, а вот, вот эта энергия, которую я дам человечеству, вот тут-то и призадумались магнаты бензиновые, нефтяные, газовые и так далее. А что же будет, если действительно этот сумасшедший учёный окажется прав? Но Тесла не сдаётся. На собственные средства он возводит купол башни и продолжает монтаж научной аппаратуры. Однако в 1903 году часть оборудования была вывезена из Ворденклифа за долги. Но известно и другое. С начала 1907 года, после длительной депрессии, Тесла вновь приступил к экспериментам. Причём именно в Ворденклифе, куда неоднократно приезжал тайком ночным поездом. Есть документы о том, что в 1907 году учёный вновь получил от компании Вестенгаус большое количество оборудования. Так что же тянуло Теслу в эту таинственную башню? Вспомним про печальный эксперимент с резонансными излучателями, который спровоцировал землетрясение в Нью-Йорке в 1896 году. Эту идею изобретатель вовсе не оставил. И вполне возможно, решил реализовать её в самой башне. Для чего? Скорее всего, чтобы придать конструкции дополнительные возможности. С какой целью? Вот тут и появляется самая таинственная загадка начала 20-го столетия. Тунгусский феномен. Известно, что в 1908 году в районе Сибирской реки под Каменная Тунгуска произошла гигантская катастрофа, природы которой до сих пор неизвестна. Одна из версий говорит, что это была попытка атаковать Землю извне. Но катаклизму помешала некая таинственная сила, созданная человеческим разумом. Сила энергии, сконцентрированная в одном уголке планеты и переданная на расстояние в нужное время и место. Есть любопытная версия в связи с причиной собственно постройки башни Уорглунг-Клифф. Якобы Тесла провидел как бы то, что собственно будет некая катастрофа, связанная с вторжением в атмосферу Земли огромного космического тела и планировал каким-то образом этому противостоять. Это очень интересная версия на самом деле. Но, к сожалению, у нас не имеется документальных подкреплений этой версии. Документальных доказательств действительно нет. Но это и не удивительно. О многих своих экспериментах Тесла никогда и никому не говорил. Часть опытов он вообще проводил интуитивно, не оставляя никаких записей, чертежей, резюме. При этом некоторые исследователи почти уверены, что Тунгусский феномен это дело рук великого изобретателя. И в этом есть своя логика. Установка Николы Тесла, она же башня Ворденклеф, позволяла выполнять сразу две задачи. И возбуждать верхние слои атмосферы, и передавать энергию через Землю. Имея дар предвидения и феноменальную способность объяснять природу различных загадочных явлений, Тесла вполне мог знать о возможной катастрофе, предчувствовать ее, и даже предугадать место и время. И тогда он с острова Лонг-Кайленд вполне мог направить энергию в район Тунгусский навстречу агрессивному инопланетному объекту. Причем одновременно по двум каналам. Высокочастотную по кольцевым токам в верхних слоях атмосферы и низкочастотную по Земле через северный поле. Точка пересечения этих двух потоков это место, куда будет целиться инопланетный объект. И когда этот самый объект входит в плотные слои атмосферы, башня Тесла посылает мощнейший электрический разряд навстречу незваному гостю и добавляет к этой чудовищной лавине энергии излучение своих резонаторов. Тесла знал, то есть догадывался о том, что этот район может быть местом какого-то значительного катаклизма, так скажем. И в то же время он просчитал, что этот район абсолютно безопасный для его опыта с точки зрения поражаемости объектов. То есть люди не будут там затронуты практически никак. То есть он мог экспериментировать. И он начал готовить свою аппаратуру полностью, вот ее как бы повернув в сторону Тунгуски, так образно выразиться можно. Если Тесла действительно причастен к Тунгусским событиям, то находят объяснения и другие загадки. Например, за два месяца до взрыва в Сибирской тайге над Европой и Россией в небе то и дело появлялись огромные сполохи света, а за девять дней необычные цветные зорницы. Ночью было светло, как во время полярного дня. Свечение резко усилилось за три дня до взрыва. Что это было? Пробные пристрелочные включения аппаратуры Ворденклиффа? Ответа на этот вопрос до сих пор нет. Ясно лишь одно. У Теслы были и мотивы, и возможности, чтобы вызвать Тунгусский феномен. В 1917 году башня Ворденклифф была уничтожена. Сам Тесла попал под постоянное наблюдение американских спецслужб. На то были веские причины. За великим изобретателем начали охотиться иностранные шпионы. Там уже, конечно, американская разведка и контрразведка, она плотно опекала Тесла. То есть тут уже не давали его. Его уже оберегали. Он был хорошо охраняемый человек. И, в общем-то, не давали возможность с ним даже встречаться. Но попытки такие были вплоть до, по-моему, до 1941 года. Это значит, буквально еще за два года до смерти Теслы, значит, все-таки Абвар пытался, фашистская разведка пыталась все-таки заполучить. И его проекты шли на все. Интерес к Тесле иностранных спецслужб вполне очевиден. Изобретатель владел тайными знаниями, в которых очень нуждались военные. Известно, что в 30-е годы 20-го столетия он работал над проектом многоцелевых станций, способных защитить границы любого государства. Электронный щит, говорил Тесла, будет действовать совершенно на новом принципе и новом типе энергии. А перед началом Второй мировой войны стала просачиваться информация, что ученый придумал некий луч смерти. Какое-то таинственное мощное оружие, способное разрезать броню на большом расстоянии. Прямо как в фантастическом романе Алексея Толстого гиперболлойд инженера Гарина. Но больше всего тайн хранит так называемый филадельфийский эксперимент. Это произошло 28 октября 1943 года на базе военно-морских сил США в Филадельфии. Американские моряки решили провести эксперимент по невидимости корабля для радаров. Для этого на эсминце Элдридж создали электромагнитный пузырь, экран, который отводил бы излучение радаров мимо корабля. В ходе эксперимента выявился совершенно непредвиденный побочный эффект. Корабль стал невидим не только для радара, но и для невооруженного глаза. Более того, свидетели уверяют, что неожиданно увидели его в Норфолке на удалении в сотни миль. Спустя некоторое время Элдридж вернулся на место. Пока корабль перемещался из филадельфийской базы ВМС в Норфолк и обратно, члены судовой команды полностью потеряли ориентацию во времени и пространстве. Этот эксперимент тоже принадлежит Николе Тесле. Но проводилась телепортация уже без него. Великого ученого уже не было в живых. А вместе с ним ушли в могилу все тайные секреты его открытий и изобретений. Недавно исследователи боснийских пирамид заявили о загадочном происшествии. Группа физиков зафиксировала мощный энергетический поток, исходящий от вершины горы Височица и направленный прямо в небо. Его радиус составлял приблизительно 4,5 метра, а частота превышала 28 килогерц. Казалось, что внутри спрятана мощная энергетическая установка. Загадочно не только происхождение луча, но и его природа. В отличие от обычного, боснийский луч становился более мощным по мере удаления от горы. Но что могло породить этот энергопоток? Что там находится внутри? Весочицу семь лет назад все считали Весочицу обычной горой на Балканах, поросшей лесом. Пока доктор социологии Университета Сараева, археолог Семир Османагич, долго изучавший пирамиды Южной Америки, не предположил, что это тоже гигантская пирамида. Он начал раскопки и оказалось, что гора действительно обложена искусственными блоками. Более того, именитые египтологи выяснили, что эти плиты отлиты из бетона, состав которого сильно отличается от современного. Аэрофотосъемка показала, что стороны горы являются идеально прямыми и образуют равные углы. А под нею археологи нашли рукотворные лабиринты. Гору Весочица назвали пирамидой Солнца. По аналогии с крупнейшей Мексиканской, чья вершина тоже усечена. Но Боснийская пирамида больше ее и даже в два раза выше пирамиды Хеопса в Египте. Позднее рядом были найдены еще несколько вершин, имеющих характерную форму пирамид. Их изучение позволило заявить, что эти объекты старше 40 тысяч лет. Но самая непостижимая тайна кроется под этими пирамидами. В лабиринтах нет ни останков животных, ни грибов, ни бактерий. Они абсолютно сухие и мертвые. Возможно, это свидетельство взрыва, техногенной аварии, которая нарушила работу комплекса пирамид и заставила таинственную древнюю цивилизацию покинуть эти края. Но что там могло произойти? И для чего на самом деле служили пирамиды? 27 июня 1908 года профессор Кильского университета Вебер тестировал аппаратуру для измерения магнитного поля Земли. Каждые три минуты стрелка прибора отклонялась на несколько градусов. Казалось, кто-то подносит к прибору невидимый, но мощный магнит. Проверка показала, что аппаратура исправна. На завтра ровно в то же время стрелка компаса вновь пришла в движение. Создавалось впечатление, что неведомая сила вторгается в электромагнитное поле планеты, меняя направление магнитных полюсов. Это все было незадолго до Тунгусского взрыва. Перед взрывом колебания стрелки у Вебера пропали. Вебер написал научную статью, она опубликована в журнале Nature, крупнейший английский журнал физический, мирового уровня. Доктор физико-математических наук Борис Родионов считает, что магнитное поле Земли подверглось мощному воздействию из-за опытов Николы Теслы. Именно в тот момент гениальный ученый настраивал мощную электромагнитную аппаратуру в своей башне-лаборатории в Оргенкле. Эта башня, она была где-то метров шестидесяти высотой, на верхушке у нее стояла такая типа короны металлической для того, чтобы с помощью высоковольтных разрядов можно было связать эту башню с ее аносферой. Башня лаборатория была построена на деньги миллионера Джона Моргана. Он рассчитывал, что Тесла создаст систему беспроводного телеграфа, которая свяжет Америку с Европой. Однако сам изобретатель вынашивал более амбициозные планы. Его целью было открытие способа беспроводной передачи энергии. У него лампочки около его башни у генератора они светились вообще просто ни к чему не присоединенные. А вот если там метров за 200 за километр лампочку надо было воткнуть в землю в пруток подключить лампочку к проводнику. То есть там как бы ну чем дальше от башни тем надо более тщательно сделать контакт чтобы все светилось. Но он сказал что в любой точке земного шара вы можете воткнуть в землю проводник там какие-то определенные надо схему собрать и будет лампочка светиться в любой точке земного шара. Лампочки которые светились стоило их только воткнуть в землю производили большое впечатление на публику. Но вскоре Тесла устроил более грандиозный эксперимент который вызвал настоящий шок у американцев. Он пригласил журналистов и при большом стечении народа продемонстрировал свечение неба на громадной территории. Он его вызвал с помощью своей башни возникали разряды такие всполохи разрядов искры сыпались как пишут журналисты там чуть ли не из подземли вот но самое интересное то что он заставил светиться небо на все пространство которое видел глаз. Вскоре Никола Тесла заявил что собирается зажечь небо над всей Арктикой чтобы осветить путь путешественнику Роберту Пири который намеревался покорить Северный полюс. В конце 1907 года Тесла несколько раз посетил библиотеку Конгресса США где тщательно изучил карты северных территорий однако маршрут экспедиции Пири проходил вовсе не там. А он надо сказать известно что там брал в библиотеке Конгресса карты Сибири книги там детально изучал что называется глобус наш вот и они выбрали место которое достаточно удалено от цивилизации это не совсем северная часть Красноярского края где-то середина ну километров 700 севернее Байкала вот так скажем вот подкаменная Тунгуска там река По мнению профессора Родионова Никола Тесла предполагал что энергия с башни Ворденклиф может не только зажечь небо над Арктикой она способна вызвать страшное разрушение в противоположной точке земного шара поэтому Тесла искал наиболее безлюдное место на территории Российской империи куда бы мог быть направлен энергетический удар Мало того царское правительство видимо тоже было предупреждено что мы вот сейчас попробуем вот такое явление воспроизвести взрывное мощное потому что туда была послана экспедиция которой руководил член географического общества России Макаренко и она ушла из этой тайги вот из места где был взрыв буквально накануне взрыва судя по всему заявление Николы Теслы об освещении неба над Арктикой ради экспедиции Пири было намеренной дезинформацией ученый знал что поток энергии из башни Ворденклиф в любом случае вызовет световые феномены попытку передачи энергии нельзя будет скрыт а вот как поведет себя энергетический поток на таком расстоянии потеряет ли свою мощь или сохранит первоначальный импульс было неясно без практического эксперимента он сказал что могу передать любое количество энергии в любую точку земного шара без проводов ну иначе мог в Тунгуск тоже передать ну сделал он на самом деле или нет это вот две точки зрения существует что одна что он сделал а вторая говорит что это был такой же взрыв метеорида как и вот на Челябинском последний раз удался ли эксперимент почему он совпал по времени с Тунгусским феноменом ученые до сих пор спорят как бы то ни было хроники Тунгусского взрыва гласят что незадолго до катастрофы многие замечали в небе странное свечение и другие аномальные явления там летали болида какие-то непонятные по небу причем все летели из разных мест в одну точку вот и какие-то значит шары там землетрясения возникали я думаю что вот эта мантийная энергия которая была связана с колебаниями темной материи вызванными именно деятельностью Теслы она и привела к тому вот множеству и взрывов отдельных и явлений таинственных которые до сих пор изучают взрыв и взрывал древний подземный вулкан о существовании которого никто не знал этот палеовулкан был открыт только в 70-х годах прошлого столетия нашим российским геологам Сафроновым до этого считали что там никакого вулкана нет а теперь мы знаем что там был крупнейший самый активный в мире где-то 200 миллионов лет назад по-моему палеовулкан ну вулкан по существу который уже давно конечно не извергался ничего но видимо энергия там соответствующая мантийная есть и поэтому вот такого рода серию явлений можно было вызвать следующий эпизод еще больше приблизит нас к разгадке весна 1915 года мировая война идет второй год но ни одна из сторон все еще не имеет преимущества немецкое командование решает обеспечить себе победу над силами Антанты с помощью секретных военных разработок 22 апреля на позиции британских войск были выпущены десятки тонн ядовитого хлора тысячи англичан погибли в ужасных мучениях остальные в панике бежали новая технология обеспечила победу через несколько месяцев в битве при крепости Верден немцы опробовали новое оружие огнеметы и особые скорострельные пулеметы установленные на самолетах и вновь англичане понесли ужасные потери около 750 тысяч человек немцы изобретали все новые страшные орудия смерти но что на это могла ответить Россия и другие страны Антанты в начале века если вы почитаете тогдашние газеты тогда только ленивый не писал о взрывах на расстоянии что можно вызвать взрывы на расстоянии что такое супер оружие именно в тот период в европейской прессе появляется информация о секретном оружии которое якобы разрабатывают ученые стран Антанты оно основано на изобретении русского ученого Михаила Филиппова предполагалось что благодаря излучателям Филиппов можно взрывать дистанционно любой объект имеющий на своем борту хоть небольшое наличие пороховых взрывчатых веществ то есть иными словами гражданские пароходы суда и транспортные средства равно как и гражданских людей эта система никак не могла затронуть и являлась полностью безопасной представляя угрозу только для людей вооруженных газеты утверждали что вскоре сеть излучателей Филиппова окутает границы стран Антанте и это помешает немцам продолжить наступление эта система ставила полный крест на даже мысленные попытки пересечь границы государства не важно целой армаде бомбардировщиков или единичному самолету разведчику целому полщищу танков или одному единственному танку в любом случае попадая под излучение этого устройства порох внутри капсулей внутри снарядов внутри авиабомб внутри танковых зарядов непременно бы взрывался разнося на щепки и своих владельцев журналисты не вдавались в технические подробности устройства излучателей филиппова однако с готовностью описывали применение аппаратуры которая должна положить конец кровавой бойне но первая мировая завершилась лишь в 1918 году ее финал никак не связан с изобретениями филиппова стали говорить что газетная шумиха вокруг нового вида оружия не более чем умелая дезинформация она затевалась с целью поднять боевой дух среди солдат и населения стран Антанте но была еще одна цель этой информационной игры это был очередной прожект и как говорят скептики не более чем рекламный трюк или возможно трюк нашей разведки который умело вводил за нас немецкую разведку однако недавние открытия ученых заставили по-новому посмотреть на историю с излучателем Филиппова подтвердилось что сам изобретатель и популяризатор науки Михаил Филиппов действительно этим занимался замечательный был популяризатор науки и всего связанного с наукой то есть технологией все возможно и вот ему приписывается и по дневникам судя так и есть вот то что он научился тоже вызывать взрывы на расстоянии на самом деле передача силы взрыва на расстоянии была частным случаем проблемы которую хотел решить Филиппов это был именно поиск способа беспроводной передачи энергии свои первые эксперименты он начал еще в конце 19 века согласно дневникам ученого ему несколько раз удалось передать энергию без проводов на расстояние в десятки километров Филиппов включал генератор в своей квартире в центре Петербурга энергия этого аппарата каким-то образом зажигала лампочки установленные в царском селе в 1903 году Михаил Филиппов планировал начать серию экспериментов по передаче энергии взрыва на расстояние перед этим он отправил в адрес газеты русские ведомости письмо где описал основные принципы своего изобретения из письма Михаила Филиппова способ изумительно прост и дешев взрывная волна полностью передастся вдоль несущей электромагнитной волны при таком ведении войны война фактически становится безумием и должна быть упразднена подробности я опубликую осенью в мемуарах Академии наук однако Филиппову не удалось поведать миру о своем изобретении на следующий день после отправки этого письма он погиб при весьма странных обстоятельствах Филиппов был одним из них из людей которые могли видимо вызывать взрывы на расстоянии потому что понимаете я бы это не верил в это я считал что это чушь собачья но и человека убили и убили тоже при очень странных обстоятельствах и убили перед тем как он обещал значит он там близким говорил что он опубликует статью письмо кому-то пошлет в общем раскроет какие-то свои сек тайны вот тут он был убит остается только догадываться кому могло помешать изобретение Филиппова не до конца ясен и физический принцип положенный в его основу но даже на основе скудной информации ясно что этот излучатель был опасен не только для объектов которые содержали в себе взрывчатые вещества однако именно они были особо восприимчивы к разрушительным вибрациям созданной волны можно было взорвать в лаборатории всего несколько граммов пороха или тротила а энергия этого взрыва могла бы за тысячи километров уничтожить военный линкор несущий на своем борту тонну взрывчатых веществ изобретатель считал у каждого предмета у каждого вещества в том числе и у пороха и у всех взрывчатых веществ есть свои собственные резонансы резонансные частоты что в общем-то принципиально не противоречит имеющимся знаниям о микромире след этой технологии снова всплыл более четверти века спустя 1937 год Глеб Бокий когда-то всесильный начальник спецотдела НКВД сам оказался в камере Лубянки по обвинению в подготовке покушения на Сталина Бокий признается следователем что готовил его на основе особой технологии которую разработал ученый Александр Барченко из стенограммы допроса Глеба Бокия наводя нас на мысль о терроре Барченко говорил что его исследования в случае успеха дадут нам в руки могучую взрывную силу и приводил в пример аналогичные работы капицы которые якобы позволят ему взорвать Кремль полагаю что успех исследований Барченко действительно может дать нам в руки могучее средство в том числе взорвать Кремль мы оборудовали для Барченко спецлабораторию где он с сотрудником нашего 9 отдела главного управления госбезопасности Гопиусом производил свои опыты спустя пару дней после этого признания Глеба Бокия чекиста задержали и самого Александра Барченко но ведь этот ученый был психиатром как он мог изобрести принципиально новый вид оружия согласно его собственным показаниям он прошел обучение у тибетских ламп которые посещали Петербург и передали ему основы знаний некой тайной науки Дюнхор то есть это вот комплекс знаний которыми обладали древние люди но не те древние люди как мы представляем о себе а вот считалось что до нашей цивилизации которая существует пять с лишним тысяч лет существовала какая-то другая цивилизация вот допотопная то есть допотопа да и что вот эта цивилизация обладала каким-то совершенно необыкновенным знанием согласно учению Дюнхор все тайные науки были поделены на две группы в первую группу входила философия и мистические практики для духовного просветления эти знания были сокрыты в горной стране Шамбале вторая группа дисциплин учила человека как подчинить силы природы и достигнуть могущества богов эти секреты были сокрыты в подземной обители богов Агарте можно истолковать это как образ такой некой специфичной демонической технократической такой цивилизации которая использует специфичные технологии оккультные и технические и всевозможные другие технологии которые которые все-таки носят выраженно демонический характер Александр Барченко был уверен что Шамбала и Агарте это не выдумки мистиков а значит вполне реально вступить в контакт с их представителями но его и спецотдел Бокия также интересовали военные технологии и прежде всего передача энергии взрыва на расстояние а также новые источники энергии экспедиция в район Тибета в поисках Шамбалы все же состоялась но без самого ее идейного вдохновителя Александра Барченко отказался Барченко участвовать в этой экспедиции в самый последний момент когда к нему прикомандировали в качестве политкомиссара Якова Блюмкина вот так сказать известный такой персонаж тоже сотрудника ГПУ который убил немецкого посла по-моему Мирбаха в 19-м году и для Барченко работать с таким человеком идти с ним вместе в заповедную чистую землю Шамбалы там в Тибет куда-то еще это было просто невозможно согласно архивным данным и из этой экспедиции Яков Блюмкин вернулся не с пустыми руками в этих документах упоминаются некие подземные помещения под королевской резиденцией в Потале далее в этих протоколах упоминаются опять-таки уже известные в широкой прессе концепция о антарктических неких базах древних цивилизаций так называемый камень Шантамани его энергия может осветить целую страну а в случае вторжения способна уничтожить неприятельскую армию при помощи таинственных энергетических лучей Глеб Бокий начал подготовку новой экспедиции но тут начальник спецотдела и его соратники были арестованы по обвинению в антисоветском заговоре и расстреляны нет сведений что по окончании второй мировой спецслужбы проявляли интерес к поискам секретов древних цивилизаций атомные бомбы сброшенные на Хиросиму и Нагасаки показали что цепная реакция радиоактивного вещества и есть источник бесконечной энергии а также оружия невероятной разрушительной силы сегодня многие ученые считают что человечество рано отказалось от поисков древних знаний ведь атомная энергетика тупиковый путь развития технологий опасный и не очень эффективный авиационный инженер Александр Махов уверен что легендарные цивилизации гипербореи Атлантида действительно существовали их расцвет и объясняется тем что древним ученым удалось открыть источник энергии более мощный чем ядерная реакция все цвело все благоухало все процветало потому что была энергия ну вот так распорядилась судьба что и гиперборея ушла под воду и вот эта станция как и станция Атлантов находится сегодня под водой по мнению Александра Махова Атлантам и гиперборейцам удалось также научиться передавать энергию без проводов это решало многие технические проблемы с которыми сталкивается наша цивилизация самый выдающийся пример беспроводного использования энергии это демонстрировали Атланты они на своем острове материке поставили центральную станцию и эта станция она своей энергии воздействовала на окружающие воды их корабли могли плавать на приличное расстояние на несколько сот миль без использования какой-либо энергии ни топлива не требовалось ни паруса не нужно было ставить ни весла электрическая энергия передающаяся на многие километры через водную среду многим это покажется чистой фантастикой однако российские ученые Олег Рощин и Леонид Юферев доказали что это возможно и даже построили действующую модель этот стенд показывающий передачу электрической энергии по одному проводу в данном случае вода преобразователь с него один провод включен в воду и катер у которого один провод берет энергию из воды и плавает по кругу вот пожалуйста аналогичным образом энергию для движения получает и модель автомобиля это модель автодороги по которой ездят электромобили и получают электроэнергию из поверхности дороги вот мы включаем преобразователь напряжения по одному проводу пошла электроэнергия под дорогу дальше автомобиль с помощью приемника ее ловит ну и ездит соответственно если выключить преобразователь то все автомобили у которых нет аккумуляторов тут же остановятся на первый взгляд принцип действия этого экспериментального автомобильчика аналогичен тому что используется в троллейбусах и трамваях однако на самом деле это не так автомобиль получает энергию только от одного провода который проложен под трассой аналогичная ситуация и с кораблем только в качестве токопроводящего кабеля используется сама вода на первый взгляд это противоречит всем законам физики ведь даже школьнику известно что для движения электрического тока необходимы по крайней мере два провода те кто понимает в электричестве хотя бы чуть-чуть понимают что ток там должен выйти от нагрузки от генератора пройти по проводам через нагрузку и по другому проводу вернуться к генератору то есть есть плюс-минус и ток выходит и возвращается к генератору чтобы обеспечить подобную схему электроснабжения энергетические компании вынуждены строить гигантский ленил они идут от станции к потребителю и возвращают ток обратно эта стандартная схема имеет большие изъяны металлический проводник нагревается и теряет мощность это явление физики называют джоули потерями все фирмы мира выделяют миллиарды долларов на сверхпроводимость они борются вот с этими джоулими потерями от активного тока в замкнутой цепи а Тесла сказал зачем бороться с джоулими потерями когда можно изменить природу электричества то есть чтобы не было замкнутой цепи и чтобы не было активного тока академик Дмитрий Стрибков решил продолжить дело Теслы и предложил новую схему электроснабжения на которую в ближайшем будущем возможно перейдет весь мир Тесла сто лет назад уже писал что я показал что на самом деле электричество идет по одному проводу и без возврата к генератору ну вот так же как луч лазера идет или световой луч от солнца идет в одну сторону не возвращается к солнцу назад и назад к лазеру то есть это свет тоже электромагнитная волна только более высокой частоты первые же эксперименты вне электрификации сельского хозяйства которыми руководит академик Стрибков привели к ошеломляющим результатам вот в этой катушке намотанной линии электропередачи длиной 2 километра через 2 километра теряется примерно 1 процент в отличие от стандартной системы 50 герцовой где бы потерялось процентов 30-40 на таком расстоянии оказывается если электричество движется по одному проводу потери в десятки раз меньше огромную энергию можно передавать по тоненькой проволоке которая бы при обычном методе просто расплавилась или даже испарилась даже слух в том что мы как бы разобрались что делает Тесла и попытались пойти дальше учитывая опыт современной техники нам это удалось то есть мы у нас есть потенши мы придем энергию например по трубам с водой то есть по водопроводным трубам возможно подобные технологии использовали древние цивилизации которые достигли удивительного могущества но если с кораблями атлантов которые брали энергию из воды теперь все ясно то как объяснить другие технические диковинки древних изобретателей в пределах может быть 100 метров там 150 вот до таких высот летательные аппараты атлантов спокойно тоже летали вот в этом же самом на этом же самом энергетическом пятне вот где доставала их станция в начале 90-х аэрокосмический инженер Вадим Чернобров предложил революционную схему нового летательного аппарата если обычная ракета приходит в движение благодаря истечению из сопла горячих газов то в космолете Черноброва роль двигателя играла особое электромагнитное поле это электромагнитные движители способные создавать тягу как в условиях воздуха так и в условиях вакуума то есть такие универсальные движители то есть в принципе это то что возможно то же самое о чем грезили или грезят любители уфологии наблюдая за летающими тарелками и гадающие на основе чего летают эти летательные аппараты по расчетам электромагнитный космолет способен выполнять маневры невозможные для обычных летательных аппаратов это аппарат размером в полсотни метров с грузоподъемностью превышающей возможности современных шаттлов позволяющий с помощью одной ступени выводить в космос грузы весом в десятки тонн испускать их с орбиты имеющие в качестве движителя электромагнитную рабочую поверхность мы столкнулись с очень конечно многочисленными техническими сложностями главной из которых был недостаток электрической мощности если в обычной ракете главный источник энергии химическое топливо то для нового космолета это должно быть электричество подходящих для этого источников энергии только два аккумуляторы или генератор предварительные расчеты показали что аккумуляторы не способны обеспечить необходимое количество энергии выбор пал на генератор имея ядерную электростанцию мощностью в несколько гигаватт на борту можно было создавать такую подъемную силу на рабочих электромагнитных плоскостях которая была способна обезвесить эту конструкцию весом порядка 200-300 тонн то есть это вес современного авиалайнера атомная электростанция на борту корабля возможно кому-то это покажется фантастикой однако атомные генераторы на советских спутниках появились еще в 1965 году применялись двигатели для того чтобы питать спутники и двигатели так называемые ионные двигатели на основе ядерных установок портативная атомная станция действительно была способна обеспечить аппаратуру передвижения в космосе или старт с небольших планет со слабой гравитации но поскольку изначально ставилась задача взлететь на этом аппарате с поверхности земли необходимо было увеличить мощность энергопотребления минимум в три раза то есть при тех при тех габаритах и при тех весовых ограничениях поставить туда три ядерные электростанции мы не могли и было для того чтобы обойти вот этот сложный момент было решено найти компромисс на решение Вадим Чернобров предложил интересное решение этой проблемы необходимые для взлета космолета энергоустановки должны будут находиться на земле а энергия от них станет поступать в двигатель космолета напрямую через воздух все видели какое бывает энергопотребление энергопередача при ударе молнии вот примерно такой же такой же удар молнии можно передать либо по лазерному лучу либо по лучу с каким-то микроволновым излучением как предполагает изобретатель взлет подобного аппарата выглядел бы очень эффектно дело осталось за малым найти способ передачи энергии в двигатель аппарат бы взлетал посредством частично собственных сил собственной энергии но на две трети получая эту энергию через каналы мощные каналы бушующих молнии с аппарата бы в сторону мишеней светили бы два мощных лазера лазерные лучи попадали бы на мишени которым было бы подведено мощное напряжение взлет сопровождающийся громом молнии именно так в древних легендах описывается передвижение богов по небу в огненных колесницах огненные колесницы поэтому описываются и у многих других народов на огненной колеснице запряженной четырьмя огненными драконами летала волшебница Медея на огненных колесницах запряженных драконами спустились в древнем Китае первые императоры Китая такие как Фуси Хуанзи возможно летательные аппараты древних цивилизаций использовали такой же принцип энергию которая передавалась по плазменному каналу в воздухе но что за электростанции могли обеспечить энергию для этого на что они могли быть похожи так ک не до 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...